всем привет вы на канале фанни йокшерский терьер и в своем видео покажу поездку на базар за летними вещами я на базаре не было с прошлого года сейчас уже середины июля но я еще на базар за летними вещами не ездила а в августе я планирую несколько поездок на выходные отпуска у меня в этом году летом не будет подписывайтесь на наш канал тот кто не подписался и ставьте нам лайки на базаре всегда езжу без фанни я ее туда ни разу не брала хотя до карантина у нас был отдел с одеждой для собак и если бы он до сих пор работал возможно бы я фаню брала с собой но я сегодня схожу посмотреть вдруг он снова заработал мы с фаней погуляли возвращаемся домой фанни будет отдыхать а я поеду на базар у нас возле остановки в начале лета была красивая клумба у нас сейчас уже цветы отцвели а вот с этой остановки я поеду на базар я уже поехала на базар иду вот по такой дорожке от остановки к базару рядом с дорожкой растут вот такие вот цветы я снова забыла их название напишите пожалуйста мне в комментариях как они называются кстати я не знала что у главного входа идет стройка что главный вход закрыт возле главного входа стояло несколько киосков с напитками чебуреками и разными закусками их снесли и что-то собирается строить вот тут вот идет стройка стоит трактор и придется на базар заходить возле белорусского базара до титаника придется идти довольно далеко титаником мы называем павильон вот между такими вот палатками я буду заходить на базар я сейчас иду по базару в начале я хочу купить себе несколько геттеров на лето так как у меня большая часть их сносилась хочется чего-то нового здесь палатка с разными игрушками заводными для детей я такие покупала для видео с фаней но почему-то так и не сделала такое видео есть часы дружек титанику так мы называем павильон павильон украшен цветами мне очень нравится как его украшают цветочками вообще цветы я очень люблю и и и Я уже подхожу к павильону, кое-что я купила на рядах. Сейчас я буду заходить в павильон и сразу буду подниматься на второй этаж, так как я постоянно у одних и тех же продавцов покупаю одежду, хотя и на первом этаже тоже много одежды. Всегда хожу на выставку картин, которые выставляют на базаре. У нас она проходит на втором этаже возле книжного и на первом возле фонтана. Продолжение следует... 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 я еще хочу сходить на продуктовый базар посмотреть овощи ягоды и выпечку выпечку мы стали покупать редко в основном когда я езжу на базар а это бывает очень не часто на продуктовом базаре я купила зеленый лук крыжовник булочки с вишней чайные булочки с творогом кстати вот эти булочки мне очень нравится и еще вот такие вот крышки с капустой также на базаре себе купила двое байджей чтобы гулять с фаней или ездить на работу одних с ветка вот такая вот у других вот такая на лето купила двое штанов также их можно носить зимой дома от них расцветка вот такая вот голубая с темно-синим другие темно-синий с цветами на лето купила той майки розу белую и мятную пока майки везла с базар они помялись размер всегда покупаю больше чем нашу так как в узких майках жарко у майк почти что нет рукава вот такой вот тоненький рукавчик на розовый изображен подсолнух на белый букет из сердечек на мятной птицы и розы также на базаре купила себя вот такие вот серые ботиночки на ботиночках камушки ботиночки были белого цвета и серого мне больше понравились серого цвета на базаре купила четверо штанишек которые обычно я ношу под одежду штанишки из бамбука раньше они были по размерам сейчас они безразмерны но хорошо тянутся раньше я покупала по 2 евро сейчас по 4 купила двое бежевого цвета вот с такими вот кружевыми и двое черных у продавца были еще белые но белый цвет почему-то я не люблю покупать также на базаре купила себе нижнее белье четверо трусиков вот такие вот темно-синие бежевый серый голубые и темно-синий серый хотя все покупал одного размер но почему-то они различаются по длине и купила два вот таких вот лифчик а серо темно-синие какой-то интересный цвет купила вот такой вот модель так как на работу мне она самая удобная купила их специально чтобы носить на работу стоили они по пять пятьдесят поэтому не жалко если не быстро порвутся купила две упаковки ниток в упаковке 5 мотков в мотке 100 грамм как раз одной упаковки хватает чтобы сделать один плед мне кажется получается размер 50 на метр 10 точнее скажу когда буду снимать мастер-класс по вязанию этого пледа хотя подобных видео много но я тоже хочу снять такое видео для своего канала белые голубые нитки и купила для того чтобы сделать плед ребенку подруги у моей подружки родился малыш хотя ему сейчас уже около года но хочу связать вот такой вот пледик им другие нитки роза белая фиолетовый я купила для фани фаня на этих пледиках спит ей очень нравится зимой она даже в них заворачивается для фани на базаре я купила набор полосок на голову я такие полоски фаня прошлом году покупала но у нас в наборе не было бирюзового цвета отдельно бирюзовых полосок не продавали поэтому пришлось купить целый набор так как цвет мне очень понравился в наборе у нас две розовые 2 бирюзовые 2 белые 2 желтые 2 малиновый и 2 фиолетовые также я фани купила одну полоску вот такую вот белую с бантиком другую белую с бантиком и розочками все эти полоски детские поэтому они хорошо подходят фами и также взяла вот такие вот резиночки с вот таким вот бантиком виде розочки или цветочка взяла их четыре штучки фанину белому новогоднему платью спасибо всем за просмотр подписывайтесь на наш канал тот кто не подписался ставьте нам лайки а мы вас фани очень люблю желаем крепкого здоровья и ждем в нашем следующем видео